Вот увидел ее и понял, что нам суждено быть вместе. Пора шагать в будущее, ведь в нашем мире давно есть очки виртуальной реальности, блендеры, роботы и другие признаки высокоразвитого общества. Знаете, я очень давно хотел свою маленькую механическую горничную. Это ведь как домашнее животное, только вот за ним не нужно убирать. Это она будет убирать? Просто мечта. Правда, купить ее не так-то просто. Цены заставляют ужаснуться. Минимум 10 тысяч рублей, если ввести в гугле запрос «Купить робот-уборщик онлайн». Ха-ха-ха-ха. Но я вам не Саша из техподдержки. Я знаю, как нужно совершать покупки в интернете. Я знаю, как устроен этот мир. Если в магазине можно что-то купить, то всегда найдется ебучий китаец, который продаст то же самое в 10 раз дешевле. И я знаю, где его найти. То, что нужно. Дешевая некачественная хуйта из Китая по цене в 300 гривен. Лети ко мне, киса. Я буду ждать. Итак, что же это такое? Это то, что спасет меня от тоски и одиночества. Ну что, давайте сначала небольшой обзор. На фасадной части мы можем наблюдать надпись «Клиан робот» с шрифтом «Ариал Блэк». Прекрасный выдержанный дизайн. Сбоку здесь имеется кнопка включения, а также шопсовать USB. Здесь находится отверстие для выдувания воздуха. Также сенсор, с помощью которого робот может видеть. То есть он живой. Он живой. Он тоже человек. Нормально. Снизу мы можем наблюдать навигационный центр, с помощью которого робот может поворачивать и двигаться в любом направлении. Также съемочная... Съемочный контейнер, внутри которого будет застревать весь мусор. Да, вот есть фильтр, а здесь будет крупа гречневая. То есть, да, когда вы будете убирать. Нормально. С помощью этого отверстия он всасывает, да, вот сосет реально. А вот отсюда выдувает. Все, все понятно. Все предельно просто и прекрасно. Моя оценка касательно внешнего вида и технических характеристик, ну, 10 из 10. То есть, отлично. За 300 гривен вполне себе. А теперь самое время проверить ее в деле. Но это успех, это определенно успех. Эта киса может стать вашей верной служанкой, и она будет терпеть любые выебоны. В плане уборки она зарекомендовала себя неплохо. Просто зверь за свои 300 гривен. Но ей не хватает уверенности в себе, выразительного внешнего вида. Это нужно исправить. Да-да-да, вот теперь прям как надо. Это я люблю, конечно. Сейчас проверим ее на склонность к суициду. Ну да, бывает такое, что поделать. Любит она поиграть со своей жизнью. И чтобы обеспечить ей безопасность, предлагаю использовать классический метод. То есть, берем изоленту. Нож. И теперь это настоящий сторожевой демон. С такой хуетой вам не будут страшны грабители, сексуальные маньяки и женщины. Ну что же, как можно применять ее на практике? Ну, конечно, в типичных бытовых случаях, по типу, ай, блять, сахар рассыпал. В ситуациях, когда вы приходите после тяжелого рабочего дня, заебанной в хламину, и она с радостным лицом встречает своего сэмпая. Также можно по приколу тупо харкать на пол, и ваша мэйдочка будет уби... Вот так ты со мной, да? Теперь она будет для тебя убирать и готовить? А как же твои слова о том, что мы будем только вдвоем? Помнишь вчерашний суп? Ты хлебал его, как свиня, и говорил, это самая вкусная хрень, которую я когда-либо пробовал. Спасибо за еду. Скажи мне прямо, я плохо готовлю? Я плохо вытираю плевки, да? Какой же ты бесчувственный пиздун! Что теперь будет с нашими отношениями? Похоже, больше нет смысла скрывать. Тогда позволь, я отвечу, сыграв на струнах своей души. Я любил тебя, но мои чувства стыли. И вот так всегда, ведь я один в этом мире. Вот так вот в жизни бывает. Никогда до последнего не знаешь, кто твой друг, а кто враг. Он думал, что сможет сломить мои чувства, искалечив мое тело. Что сможет разрушить нашу любовь, избив Мэйду. Но время лечит. Раны затягиваются. И вот уже мы вместе сидим на берегу реки теплым летним днем. Слушаем голоса чаек. И больше никто не сможет отнять нас друг у друга. Боритесь за свое счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова